Молодцы, что делаете хоть так, что-то надо делать. Уважаемые жители города Екатеринбурга, мы хотим предупредить вас, что в 2014 году бюджетное финансирование медицины и здравоохранения сокращается. В каждую больницу в последние две недели пришли телефонограммы с указанием СУМ при непрерывном росте тарифов на энергоносители на аренду. Финансирование медицинских учреждений урезается. Больницам уже просто неоткуда оптимизировать и реструктуризировать свои резервы, их просто уже не осталось. Количество мест стационаров будет сокращаться из года в год, при том, что финансирование поликлинической службы радикально не изменяется. Уважаемые жители города, эта проблема может коснуться каждого из вас, когда вы заболеете. Вы не сможете попасть к врачу, потому что не будет врача. Вас не смогут положить в больницу, потому что не будет этого места в стационаре. В этом месяце введен новый регламент взаимодействия больниц с территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Даже если у вас есть паспорт и медицинский полюс на руках, это не факт, что за ваше лечение больница получит финансирование. Огромное количество бумаги требуется медицинским работникам, чтобы доказать, что вы действительно были, что вы действительно лечились. Финансирование сейчас зависит от электронной базы данной территориального фонда обязательного медицинского страхования. Если вас нет в этой электронной базе, за ваше лечение больница не получит ничего. Нет, не будет возможности покупать медицинские препараты. Не будет возможности проводить ремонт, закупать современное диагностическое и лечебное оборудование. Здравоохранение – это та сфера, которая касается каждого из вас от рождения и до смерти. Каждый врач хочет оказывать медицинские услуги максимально качественно. Уважаемые жители и гости города Екатеринбурга, Спасибо вам огромное, что вы сегодня приняли участие в нашем митинге. И необходимо в заключении митинга принять резолюцию, которую я сейчас зачитаю. Мы, участники Всероссийской кампании «За достойную медицину», стартовавшей сегодня 16 ноября в 25 регионах страны, призываем руководству страны, каждого субъекта Российской Федерации, каждого муниципалитета осознать глубину кризисной ситуации в системе здравоохранения, возникшей во многом благодаря неэффективной и ошибочной политике властей всех уровней. Вот лишь некоторые из наиболее острых проблем, ставших сегодня перед российской медициной, перед российскими медработниками и пациентами. Острый кадровый дефицит, нехватка персонала от 30 до 60% в зависимости от региона, подмена курса на оптимизацию политико-сценичного сокращения медицинских учреждений, прежде всего стационарного звена, урезание коечного фонда, закрытие больниц, роддомов, диспансеров, повсеместный беспорядок в организации труда медработников, отсутствие учета и оплаты сверхурочного рабочего времени, отказы работы дателя оформлять дополнительные нагрузки трудовыми договорами, устранение государства от дармирования труда медработников, что вкупе с кадровым дефицитом приводит не только к переработкам медперсонала, но и ставит под удар здоровье и жизнь пациента, увеличивает риск врачебной ошибки. Непродумное внедрение в систему здравоохранения акционерных страховых компаний, которые увеличивают долю неэффективных расходов, способствует не повышению качества медицинских услуг, а еще большему увеличению объема бумажной работы врача, то есть дает эффект противоположной цели реформы. Низкие зарплаты медработников, внедрение под видом эффективного контракта, по сути репрессивной, штрафной системы оплаты труда, с аббасированием в регионах реализации указа президента номер 597 в части повышения зарплат. Мы утверждаем, что сегодня по итогам 2013 года обозначился срыв реализации данного указа и утвержденных региональных дорожных карт. Наши требования. Федеральные проверки, в том числе и аудиторские. Положение зарплатами, переработками в регионах с привлечением к ним самих медработников. Создание до 1 декабря 2013 года постоянно действующей рабочей комиссии при Минздраве России по мониторингу зарплат и реализации президентского указа. Ускорение работы по пересмотру нормативной трудовой нагрузки в соответствии с правом медработников на достойные условия труда придания им обязательного, а не рекомендуемого для всех субъектов Российской Федерации и медучреждений характера. Установление той и базовой части зарплаты по отношению к стимулирующей не менее 80%. Для этого в качестве первого шага обеспечить немедленно до 1 февраля 2014 года повышение должностных окладов в три раза. Принятие срочных мер по выполнению целевых показателей дорожных карт на 2013-2014 годы по росту средних зарплат медработников исходя из критерий на одну ставку и применительно к большинству медработников. Мы поддерживаем законодательную инициативу Национальной медицинской палаты о необходимости принятия социального пакета медработников, который включал бы в себя такие моменты, как решение жилищных вопросов, право на бесплатные образовательные услуги. Мы намерены продолжать кампанию за достойную медицину, пока власти не вступят с нами в конструктивный диалог по решению указанных вопросов. Поручаем оргкомитетам кампании запланировать следующую всероссийскую акцию на декабрь, а также продолжить работу по таким направлениям, как сбор подписей под обращением на имя министра здравоохранения с Кварцовой Вероникой Игрой мне и мониторинг реальных зарплат. Призываем всех медработников и всех сознательных граждан в остальных регионах и городах страны включаться в нашу совместную работу. Необходимо проголосовать за данную резолюцию. Кто за данную резолюцию? Кто против? Кто выдержался? За данную резолюцию проголосовало большинство. Спасибо вам всем огромное, что приняли в нашей акции участие. И на сегодня мы нашу акцию заканчиваем и надеемся на нашу совместную работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!